Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. И вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как солнце в виде физиопроцедур. Все живое, оно нуждается в солнечных лучах. И витамин D, который образуется у растений, у людей, животных, он как раз происходит, когда человек принимает благотворные солнечные лучи в должном количестве. И, к сожалению, мы, люди, живущие в серном полушарии, в средних широтах, мы недополучаем солнечных лучей в нашей жизни. Из-за этого страдает наша иммунная система. И, как я уже говорил, солнце, воздух и вода, они являются в разнообразии своем той физиопроцедурой, которой необходимо каждому, чтобы сохранять сильную иммунную систему. И поэтому солнце в нашей жизни играет важную роль. И мы должны употреблять не только солнечную пищу, но мы должны сами испытывать благотворное влияние солнечных лучей на нашем теле, на нашем организме. И поэтому человеку необходимо круглый год принимать солнечные ванны хотя бы, хотя бы от 10 до 30 минут каждый день в благоприятное время. Этим благоприятным временем является в летнее время утра, это с 7 утра до 9 утра. Вечернее время это с 18 часов до 19 часов. Это благоприятное, мягкое солнце, которое благотворно влияет на нашу кожу, на наш организм и на наше зрение. И поэтому, если у людей есть такая возможность, то пренебрегать этим не стоит. Кроме того, люди, они принимают солнечные ванны и в другое время года, создавая определенную комфортную ситуацию. Это может быть раскрытое окно, и человек может сидеть на стуле и принимать при открытом солнечном окне солнечные лучи в зимнее время, так как в комнате у него благоприятная, теплая атмосфера. И принимая эти солнечные лучи регулярно, человек должен знать о том, что это будет приносить ему пользу. Поэтому, как нельзя переедать нашу физическую пищу, так и солнечные лучи, они не должны превалировать, то есть доминировать в нашей жизни. И нельзя бегать за искусственным солнцем в солярии, это очень вредно. Подделать солнечные, живительные лучи просто невозможно. И многим кажется, ну это же физическое проявление. Это же не клубника, которую подделывая, да, ошибок, человек распределяет эту ошибку, да. Но на самом деле подделать солнечные лучи также невозможно. Потому что ультрафиолет, это не совсем то, что мы думаем о солнце и о лучах. Итак, возвращаясь к этой теме, я хотел бы сказать еще о том, что находясь в горах или на берегу моря, или где-то в долинной местности у реки, солнце воздействует на человека по-разному. Чем выше, тем сильнее, мощнее его лучи. И это тоже надо учитывать. Кроме того, надо учитывать, что с поверхности воды зеркальным методом идет отображение солнечных лучей, и человек загорает намного быстрее. И разнообразие форм приема солнечных ванн в нашей жизни надо учитывать еще людям с разной конституцией, с разным возрастом и пигментацией кожи. Так, рыжеволосые, светлокожие люди, им более осторожно надо принимать солнечные лучи в меньшем количестве, но также регулярно, чем людям со смуглой кожей. И солнце – это хороший бактерицидный помощник для нас. И поэтому все кожные заболевания, они нуждаются в солнце, в солнечных лучах. И об этом не стоит забывать. Солнце в нашей жизни не только опосредованно для настроения, но и как физиопроцедура. Просуждайте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.